Здравствуйте! В студии Седьмого канала Игорь Буренко. Мы продолжаем знакомить вас с важными событиями пятницы. Дело 2 мая будет расследовать одесская полиция. Как сообщили Седьмого канала, в областном управлении материалы передали в Одессу в конце прошлой недели. С какой стадии продолжат расследование одесские правоохранители, какие эпизоды и в каком объеме пока не сообщают. Говорят, изучают материалы дела. Напомню, что ранее следствие ввели Генпрокуратура и Главное следственное управление МВД Украины. В четверг вечером на пляже Чайка утонул мужчина. По словам свидетелей, во время шторма он нырнул с пирса за каким-то предметом и не выплыл. На место сразу же вызвали спасатели. Они обследовали дно и береговую линию в районе происшествия. Так ничего и не нашли. Уже утром в районе 10-й станции Большого фонтана спасатели извлекли тело погибшего из воды. Рукоприкладство в лечебнице в селе Заводовка Березовского района. Сотрудники психиатрической больницы номер 3 напали на правозащитников и съемочную группу нашего телеканала. Учреждение общественная комиссия приехала с целью провести независимую ревизию, но вместо этого встретила жесткое сопротивление. Все подробности громкого инцидента в сюжете Юлии Федоровой. Члены комиссии приехали в психбольницу номер 3 в ответ на многочисленные жалобы сотрудников медучреждения. В них говорится об экономических и правовых нарушениях в работе руководства лечебницы. Первым делом правозащитники отправляются в кабинет главврача Ларисы Ревчук. В это время в фойе административного корпуса нас атакует медперсонал учреждения. Медики пытаются отобрать и разбить оборудование нашей съемочной группы. Врачи настроены агрессивно, применяют силу. Вслед за нашим видеооператором Валентином Мирзой за порог летит член комиссии представитель рабочего конгресса гражданского общества Татьяна Случанская. На этом кадре видно, как врач-терапевт Анатолий Скрипник в буквальном смысле спускает женщину с лестницы. Пролетев через все ступени, Татьяна Случанская разбила голову и потеряла сознание. Спустя несколько минут женщина пришла в себя. Вместо того, чтобы оказать ей первую помощь, сотрудники больницы смеются и утверждают, что свое падение она сымитировала сама. На место приезжают сотрудники Березовского отделения полиции. Пока Татьяна случайна, Случанская приходит в себя, как все произошло, правоохранителям рассказывает ее коллега, член комиссии Татьяна Бойко. Набросился на журналиста, на оператора, почти разбил камеру. Представителя нашего рабочего конгресса, с лестницы столкнул, она лежала без сознания на протяжении трех лет. Вы не имеете права препятствовать журналистам, если они приехали с комиссией, если они приехали с комиссией и не имели права вы у них отбирать камеры и какие-либо противоправные действия в отношении журналистов. По событиям заводовки открыто два уголовных производства. В деле разбираются правоохранители. О нашей съемочной группе удалось провести независимое расследование и выяснить, что всеми силами скрывает руководство учреждения. Об этом смотрите в субботу в итоговом выпуске новостей. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Сегодня бизнесмен Аднан Киван лично приехал проверить очередной этап строительства. новой больницы скорой помощи. Напомню, этот социальный объект подарок городу от известного одесского мецената. Медучреждение рассчитано на миллион пациентов и предназначено для всех горожан. Подробнее в следующем сюжете. Строительство современной больницы скорой помощи подходит к концу. Социальный объект находится на улице Малиновского. В проекте используют самые качественные материалы для того, чтобы медучреждение соответствовало классу А. Аналога больницы такого уровня в Украине нет. И все это подарок одеситам от мецената Аднана Кивана. Сегодня он лично проконтролировал завершающий этап строительства. Мы подобрали самый лучший итальянский ОНИКС, самый лучший мрамор индийский. Мы, кроме этой красоты, которой больные будут заходить и им захочется жить от этой красоты, будет микроклимат. Убежден, мало таких больниц в мире, которые имеют вот такие факторы и таких предпособлений для людей. В новом корпусе будут размещаться различные отделения. Пять современных операционных и палаты с микроклиматом. Это отделение лабораторное, это отделение ангиографии, микрососудистой хирургии, это отделение постоперационной реабилитации, это отделение палат общего назначения, это хирургическое отделение. Медучреждение рассчитано на миллион пациентов и предназначено для всех горожан. При строительстве больницы архитекторы и дизайнеры активно сотрудничали с медиками, чтобы здание соответствовало всем мировым стандартам. Украинские специалисты постарались, чтобы всем было комфортно. Танцы должны быть невызывающие, спокойные, которые, ассоциация должна у них возникать с чистотой. Поэтому это такой зеленый, бежевый. Чтобы люди приходили и понимали, что они здесь, да, они будут здесь здоровы, здесь их примут, здесь их выслушают, вылечат. Аднан Киван также поможет и тем людям, которые не смогут оплатить свое лечение. Для этого он сделает благотворительный взнос. Я подумал с женой, что мы поставим сейф, заполним для начала один миллион, это будет достаточно. И хочется, чтобы дальше другие одесситы участвовали, помогали, знали, что есть тут такая копилка, ты туда поставь и помогай. Строительство больницы скорой помощи уже завершено на 90%. В ближайшие несколько месяцев здание будет полностью готово. Анна Грынев, Олеся Повар, Дмитрий Бондаренко, Сергей Чумаков, 7 канал. В онкодиспансере новое оборудование для диагностики. Там появились современные приборы, которые помогут в лечении пациентов. Кроме этого, через полгода планируют открыть на базе медучреждения центр палеоативной помощи. Ольга Голодова знает подробности. Несмотря на тяжелое время в стране, одесский онкологический диспансер продолжает свою работу. Впервые за долгие годы здесь приобрели новое оборудование. И к осени планируют открыть хоспис. Оборудование здесь не обновляли 10 лет, говорят в диспансере. С помощью благотворительного фонда и меценатов ситуация улучшилась. Для урологического отделения приобрели многофункциональный ультразвуковой сканер. В наше распоряжение получен этот прекрасный современный ультразвуковой сканер с широчайшими диагностическими возможностями, который во многом поможет улучшить качество и точность диагностики ранних форм рака предстательной железы. Со следующей недели в онкодиспансере заработает еще один прибор. Он поможет улучшить диагностику области таза. Всего на покупку нового оборудования для медучреждения из областного бюджета потратят 30 миллионов гривен. Одним из первых планирует приобрести аппарат для лучевой терапии. К слову, в медучреждении постоянно получают помощь 2,5 миллиона пациентов из Одессы и области. У нас в диспансере отсутствует компьютерная томография, МРТ. У нас длительное время мы не могли проводить даже блонхоскопии. То есть, понимаете, на каком уровне идет разговор. То есть, мы не то, что хотим выйти на современную, мы где-то хотим вообще начать какие-то моменты, которые входят наши функциональные обязанности. Кроме этого, на территории диспансера планируют открыть хоспис. Это отделение палеотивной помощи. Для тяжелобольных, которые уходят из жизни. С пациентами будут работать врачи, психологи, медсестры и священники. Задача – создать духовный, физиологический и эмоциональный комфорт. Только 20 стран имеют удовлетворительное состояние палеотивной помощи онкологической в мире. 46% стран не имеют ее вообще. Статистика ВОЗовская показала, что 85% пациентов с терминальными стадиями онкологических заболеваний так или иначе умирают дома. Поэтому задача отделения палеотивной помощи – это обеспечить вот эти вот последние моменты дожития у пациента. Качественный уход. То есть, прежде всего, обеспечить человеческое качество жизни. В диспансере есть здание для хосписа, специалисты и волонтеры. Есть и проект на 20 коек. Необходимы деньги. Окончательную стоимость. Всех работ пока не называют. Говорят, что для начала необходимо около 6 миллионов гривен. Это хоспис, который будет построен на безоплатной основе. Мы очень надеемся исключительно на то, что город, жители города, областная администрация отнесутся к пониманиям и к этому вопросу будут помогать благотворительно. Но платной основы здесь не будут. Хоспис планирует открыть осенью. Ольга Голодова, Алексей Барановский, 7 канал. Сколько раз должен подтягиваться полицейский? Постоянно ли работает его камера? Есть ли у него семья? И как копы общаются с потенциальными нарушителями? Любые вопросы, в том числе и личного характера, патрульным сегодня без стеснения задавали учащиеся юридического лицея. Ответы слушала наша Анастасия Симонова. Пробежать километр, стометровку и подтянуться. Патрульный полицейский в любом случае должен быть в прекрасной форме и быстрее нарушителя. Пробежали, да, нужно подтянуться. Ну, хотя бы не менее 10 раз. Для парней это железно. Девушки сдают отжимания, у них свои нормативы. Станислава внимательно слушают ребята в одинаковых зеленых жилетках. Это ученики юридического лицея. Вся информация можно сказать по адресу. Многие из кадетов хотят стать полицейскими. Я люблю вообще полицейских, поскольку чувствую, что это мое, мои люди. Я сама стану полицейским, это 100%. Полицейских пригласили в лицей в рамках проекта «Молодежная полицейская академия». Он работает с 2001 года. Мы когда задали себе вопрос, а кто же в будущем выбирает для себя работу в правоохранительных органах, сегодня непосредственно в полиции. Мы подсчитали. Около 30% в своем будущем видят работу в правоохранительных органах. Делятся опытом трое полицейских. Два парня и одна девушка. Рассказывают о буднях, реальных ситуациях, о том, без чего не выходят на свою 12-часовую смену. Оружие, камера, наручники. Скажу сразу, что сталь такая, ее не распилишь за две секунды. Не раскусишь. Не раскусишь, это точно. Станислав говорит, наручники надевал только несколько раз. В основном договаривался. Все благодаря железному самообладанию и способности найти общий язык с нарушителем. Для молодой аудитории у него свои пожелания. Может дать какие-то напутствия. Конечно, хотелось бы, чтобы больше занимались спортом, меньше употребляли алкоголя, проявляли свою сознательность, где-то инициативу. Вопросы студенты задают разные. Носят ли бронежилет целый день, часто ли применяют оружие и какими были самые опасные дежурства. Мы хотим показать ребятам нашу действительность, нашу работу, наш быт. То есть, чем мы пользуемся в плане экипировки, какое снаряжение сотрудников патрульной полиции, какие меры воздействия можем применить. Эта встреча специально в таком формате. Много вопросов и ответы на чистоту, как есть. Необычная лекция пролетает за полтора часа и заканчивается уже традиционно. Подходите, девчата, фотографируйте. Спасибо большое. Следующая такая состоится совсем скоро. Анастасия Симонова, Валентин Мирза, 7 канал. В Черноморске, бывшем Ильичевске, исчез единственный бульвар. Город, который более 40 лет назывался Ильичевском, сменив свое имя, меняет и название улиц. Как воспринимают новые названия жителей Черноморска и чего они опасаются, смотрите в сюжете наших корреспондентов. В Черноморске на зданиях госучреждений пока не поменялись вывески. Здесь по-прежнему указан еще и Ильичевск. Названия улиц тоже пока не изменились, но успеть нужно до 21 февраля. Уже наконец-то хотелось бы определиться, мы живем в Ильичевске или в Черноморске. Переименовать улицы и при этом, когда смотришь новости Ильичевска, и говорят о том, что в бюджете на это денег нет, и все это останется практически только на бумажке на данный момент. Но лично я в этом смысла не вижу. Возможно, задумка и неплохая, но это надо делать, я же повторюсь, только тогда, когда в стране уже нету больше других проблем. В местном паспортном столе штампов пока нет. Говорят, бумажную волокиту можно будет избежать. Дополнительно вносить изменения в документы не нужно будет. Но если такая ситуация возникнет, все сделают бесплатно. Я живу на Данченко, мне повезло, оно не меняется. Привычка, а новое это все, меняются прописки и так далее, и так далее. Ну, все уверяют, что вроде бы нас это не будет касаться, так вот все останется, но это мало ли у нас в нашем государстве. Теперь вместо центральной улицы Ленина в Черноморске появится проспект Мира. Правда, исчезнет единственный бульвар. Вместо него будет улица Лазурная. Всего будут переименованы 16 улиц и один переулок. Лишневая, проспект Мира, спортивная, нейтральная, хорошее, красивое название. Все эти садовые, грушовые, ну это смешно, но это не может присутствовать в городе, который имеет свою историю. Это практически то же самое, как называют улицы в Америке. Почему называют улицы по номерам? У них нет истории, а у нас есть история. Поэтому нам нельзя называть улицы ни по номерам, ни по фруктовому принципу. А вот что касается изменений названий предприятий, которые содержат старое имя города, то они будут переименованы до конца апреля. Изабелла Томинчук, Олеся Повар, Андрей Смирнов, 7 канал. Обвал на Молдаванке заасфальтировали. Коммунальщики говорят, участок уже безопасный, однако ремонтные работы еще не завершены. О причинах возникновения ямы под трамвайными рельсами узнавала Ирина Стрибко. Яму на углу улиц Долиницкой и Михаловской ликвидировали. По словам замдиректора департамента городского хозяйства Сергея Агуцы, причиной провала могли стать катакомбы. Чиновник отметил, глубина ямы – 2 метра, диаметр – около 2,5. Было принято решение о том, что, учитывая то, что этот провал, скорее всего, это, может быть, старые разработки, мы прекрасно знаем, что весь город построен на камне-ракушечнике, и он добывался на ниже расположенных горизонтах камня-ракушечнике. Яму, которая вчера образовалась из обвала грунта, сегодня уже залатали. Жители Молдаванки обеспокоены обвалом на дороге, поэтому приходят сюда, чтобы посмотреть, как идут ремонтные работы. Я проходил так мимо, это было вчера или позавчера, была яма. Уже засыпали, я выходила с квартиры утром, передали по приемнику. Я шла, вот и говорю, внуку, видишь, что здесь случилось? Вот он подошел посмотреть. Я смотрю, так быстро заделали, но долго ли это будет, не знаю. Катакомбы, Молдаванка, у нас все на катакомбах. Я вот живу на Мельницкой, мы живем на этих катакомбах. Конечно, страшно, это же безопасность людей и транспорта. Это же все страдают люди от этого. Директор департамента водоотведения филиала «Инфоксводоканал» Александр Опанюк рассказывает, под провалом расположен коллектор 1890 года. По его словам, техническое обследование показало, что он находится в исправном состоянии. На сегодняшний момент коллектор находится в рабочем исправном состоянии. И вопросов к его техническому состоянию нет. Сергей Агуца добавил, что до двух часов в ночи на месте провала была выполнена подсыпка грунта под трамвайным полотном. В пять утра выполнили предварительную асфальтировку. Ремонтные работы обещают завершить завтра. Ирина Стрябко, Андрей Кульба, Седьмой канал. Стрелковые преграды спортивной школы. Олимпийских и паралимпийских чемпионов по стрельбе готовят в спартанских условиях. Места на всех не хватает, да и в сырые подвальные помещения тира трудно попасть. Но тренеры не сдаются и носят паралимпийцев на руках. В буквальном смысле. В старом здании невозможно оборудовать пандусы. В проблеме разбиралась наша Екатерина Лапицкая. В небольшом сыром 50-метровом тире едва помещается 25 человек. Тренируются по очереди. Пока одни работают в холостую, а другие стреляют по электронным мишеням, я проверю свои силы на 10-метровом огневом рубеже. Здесь могут одновременно заниматься 10 спортсменов. Места едва хватает, как и счетов для стрельбы. Мы даже не претендуем на базу какого-то там мирового масштаба. Мы хотя бы региональную какую-то базу там на 30-40 счетов построить. Для чемпионата мира должно быть 120 счетов. А мы хотя бы 40, что могли детки заниматься. Потому что речь идет о том, что вот надо детей с улиц. Так вот мы и хотим их оттуда забрать. Сейчас в школе занимается более 120 стрелков. Сложнее всего паралимпийским чемпионом. Потом обратно вниз тоже попадают. Так они ежедневно попадают в тир. На тренировки несут на руках. Старые узкие лестницы не позволяют установить пандусы. Многократный призер чемпионата Европы, чемпионата мира, победитель Кубка мира Юра. Он уже 10 лет в паралимпийском движении. Сейчас у него будет третья паралимпиада. Вот приходится практически, тренеры их носят на руках. Андрей тоже готовится к паралимпиаде. Говорит, в таких условиях невозможно проводить все необходимые тренировки. И проблема не только в зале. По правилам европейским, международным, должен быть тир открытый на малокалиберной винтовке, с которой я выступаю. А здесь получается закрытый и нет тех условий. Нет ветра, нет освещения. Поэтому невозможно эти условия все промоделировать. Мы готовимся, делаем все возможное, стараемся. На открытом воздухе тренироваться в Одессе негде. Заниматься удается лишь на сборах или соревнованиях вместе со спортсменами со всего мира. И все равно наши стрелки бьют точно в цель. Я вижу школу в самом лучшем свете. Я считаю, что у нас самые лучшие спортсмены. Мы очень много тренируемся и будем идти к олимпийским медалям. В этом году школа стрельбы отпразднует свое 15-летие. За это время ее ученики завоевали более тысячи медалей и призовых мест. Чем выше уровень спортсменов, тем сложнее им тренироваться в таких условиях. Сейчас в облгосадминистрации ищут инвесторов и более подходящее помещение для школы стрельбы. Если все получится, в Одессе появится полноценная база олимпийской и паралимпийской подготовки. Екатерина Лапицкая, Евгений Руденко, Седьмой канал. Пока на этом все. Следить за новостями Седьмого канала можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Итоги дня подведем, как всегда, в 20.00. Оставайтесь с Седьмым, будет интересно.